Щелковский суд вынес решение по резонансному делу о так называемом пьяном мальчике, погибшем в ДТП в Балашихе. Во вторник судья огласила приговор в отношении заведующего железнодорожным бюро судебно-медицинской экспертизы, врача с 27-летним стажем Михаила Клеймёнова. Отец погибшего ребёнка обвинил его в халатности. Клеймёнов занимался исследованием крови шестилетнего мальчика, которого в апреле 2018 года во дворе насмерть сбила машина. Ошибки в экспертизе показали наличие в крови ребёнка 2,7 промилле, что соответствует сильной степени опьянения. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Последовала дополнительная экспертиза крови, которая не подтвердила выводы Клеймёнова. Мальчик в момент ДТП был трезв. Суд обвинил Михаила Клеймёнова в халатности, учитывая положительные характеристики с места работы, отсутствие прежде судимости и наличие наождевения двоих детей. Суд счёл возможным назначить Клеймёнову наказание в виде исправительных работ. Суд приговорил Клеймёнову Михаила Витальевичу представить виновное в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, назначенному наказанию в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием доход государства 10% из зарплаты. Решение суда сторонам понятно? Нет. Судебное заседание объявляется закрыто. Щёлковский суд отменил решение Басманного суда о временном отстранении Клеймёнова от должности, что даёт ему право, отбыв срок, вернуться к прежней работе. Выслушав приговор, судмедврач поспешил удалиться из зала суда. С Клеймёнова взяли подписку о невыезде. Образец крови и результат анализа отправлены на хранение. За осуждённым остаётся право обратиться в суд с апелляцией. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».